Расходы на социальную сферу и здравоохранение в Ненецком округе снизятся на 1 миллиард рублей. В связи с дефицитом окружного бюджета в 2017 году снижаются расходы ведомства. Тем не менее, это не коснется заработных плат педагогов и работников здравоохранения. Они стоят в приоритете и входят в число майских указов президента. Об этом на встрече с журналистами рассказала руководитель профильного департамента Ниналь Семяшкина. 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Такой бюджет определен Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения на 2017 год. Сумма на 1 миллиард меньше бюджета нынешнего года, а это значит, расходы придется сокращать. Приоритете, как всегда, останутся первое – выполнение указов президента. Это априори, это не обсуждается, это будет сделано. Причем нужно четко понимать, что выполнение указов президента – это не только выполнение заработной платы всем работникам социальной сферы в тех объемах, которых предусмотрено. А в первую очередь повышение качества обслуживания населения, что должно быть достигнуто через вот этот уровень заработной платы. Уровень предоставления социальных и медицинских услуг в округе действительно нуждается в улучшении. Согласно данным опроса, проведенного Департаментом региональной политики, люди продолжают жаловаться на очереди в поликлиниках, размещение в стационарах, невозможность записаться к врачу. Решение проблем ведется на трех уровнях – ответственность врачей за качество лечения, эффективность работы стационаров и организация лечения за пределами округа. Одна из принятых Департаментом мер – присоединение сельских медучреждений к Ненецкой окружной больнице и поликлинике Заполярного района. Это позволит возобновить преемственность между организациями. На самом деле преемственность лечения у нас есть через направление, через санавиацию, но до конца мы честно скажем, ответственности больницы и курования больницы сельских учреждений у нас усерено сегодня. Вот с этой целью мы как раз и присоединяем к Ненецкой окружной больнице наши сельские участковые больницы, чтобы обеспечить преемственность, в том числе и через телемедицину. Не один раз поднимался вопрос о приобретении в Ненецкую окружную больницу магнитно-резонансного томографа. Ежегодно за пределами региона это обследование проходит около 200 жителей округа. Дорогостоящий аппарат позволяет выявить заболевание на ранних стадиях, избежать его развития и, соответственно, снизить смертность населения. По словам Ненель Смяшкиной, покупка высокотехнологичного оборудования – заведомо убыточное приобретение. По подсчетам он сможет окупиться за 9 лет, тогда как срок службы аппарата только 6. Тем не менее, департамент, учитывая популярность процедуры МРТ, будет рассматривать покупку аппарата в будущем. Поделилась руководитель департамента и своим мнением относительно новой системы оплаты труда. 1 января 2017 года работники бюджетных организаций будут получать заработную плату по принципу 60% оклад в 40% стимулирующие выплаты, куда будет входить и стаж работника. Стаж – это не всегда хороший труд. Поэтому федерация сподвигает уйти от этих выплат стимулирования априори чего-то делать, к стимулированию делать качественно. То есть, не чего-то просто делать, а делать с определенным качеством. То есть, от того, что мы приходим на работу, имея стаж сельский и все остальное, ничего не сделаем, лучше мы с вами в этой стани жизни не будем. По словам Нины Альсимяшкиной, чтобы заработная плата в сфере медицины не снизилась, необходимо отрабатывать нормативную нагрузку. Так, например, в стационарах сельских участковых больниц койка работает 190 дней вместо 330 положенных. Это же относится и к врачам, и среднему медицинскому персоналу.